Гречку горячую Гречка еще есть? Есть, есть, давайте Вот наш Саша хочет себе взять гречку Кажешь, что очень вкусная, сейчас скуштую Ну я бы сам скуштувал, а на жаль Котой капустой? Сашка Дуже поганые изображения, дуже поганые Саш, приди за мной Знаете, в чём дело? Тут люди отдыхают, насколько мы видим Люди, знаете Мы зашли сюда, тут тепло Пошло, как бы там камера плохо показывает Требяно протерти Она просто вспотела там, я думаю Вот, я перепрошу У нас про нее фир Я перепрошу, но сейчас будет скупчение цей Тут, кто хочет ехать Все, нас прогоняют, ребята Потому что здесь своя система Нет, нас прогоняют Нет, нас прогоняют Кто вас прогоняет? Потому что еще есть люди, которые хотят зайти Да, я хотел сказать, что мы не должны мешать людям Потому что тут очень тесно Да я не об этом и серьезно, спасибо Я не хотел вас объединиться Наши 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 Почекай, стей Давай камеру Давай камеру Я ее приватаю Я ее приватаю Что-то Вона очень плохо Почала показывать Посмотрите Не плохо Погано Ну Сейчас Вона не так Вона не так как нужно Но Наши Друзья взяли Рад! Дай Суперки Вот здесь Я покажу А у тебя я иду друзья давайте смотрите здесь достаточно плотная плотное кольцо людей там 8 рядов стоят головастики перед ними как бы наш понятно в боевой экипировки ломиков не вижу во всяком случае вижу и это плохо ну вот непонятно зачем она здесь потому что здесь не должно быть таких штуковин вот в принципе по 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 тусовке то понятное дело что в большинстве своего мужики такого достаточно спортивного вида но потому что если попрут то здесь будет молотила был надеяться что войдется без это вот смотрите это такой полный обрез квартала значит улицы перегорожены палатками включена здесь а вать кищина свобода удар но понять это на дело как бы все 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 политические блоки локи здесь но это понятно в душе если шут то начнется то начнется отсюда картин к будет клевая еще они понятное дело там где картинка вот но мы попробуем как бы пробуем говорить с людьми и и в принципе общий настрой достаток достаточно позитивный но будем надеяться что как-то переживется все время хожу говорю будем надеяться будем надеяться мантра такая знаете так вот смотрите вот здесь еще одна баррикада так а мы руслан это не подождали а о стоим ждем руслана он пошел за гречкой а у вас айфон да у нас айфон и прямая запись я перед зарядить нет у нас трансляция идет извините ребята значит смотрите здесь вот как бы баррикада которая перегораживает лютеранск а то есть получается две линии баррикад внутри стоят палатки вот русланчик да трое трохи замерзла так это галя звонит наша сотрудница ага это галя звонит да она наш администратор чудный совершенно который вообще координирует работу всех как бы волонтеров которых на камере значит ребят чтобы вы понимали механику как у нас тут как бы происходит мы работаем где-то среднем по 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 6 6 8 часов у кого как получается с камерой обычно два человека ну потому что в одиночку не продержаться очень сложно вот и соответственно большое количество людей все это надо координировать тем более что еще раз но звук звук пропадает ничего не поделаешь это правительственный квартал так мы попробуем пробуем которая подключается к android плюс прямой стрим возможно сделать прямой трансляции но вот мы за счет этого за счет этого и выживали как вот в текущей вы знаете технически здесь не расскажем но наши наши технологии как бы я думаю что завтра послезавтра опубликуют как бы саму схему каким макаром они придумали это делать потому что ну с камерами безумно тяжело но вот спильна бачня тв спильна тв спильна точка тв спильна точка тв и как бы там вся эта история есть ну вот прямая трансляция идет все время все смачно спасибо 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 так ну что так давай мне давайте я уже ну давайте веду и дайте спочатку давай я возьму потому что я могу уже с варежкой держать так ну что мы сейчас идем к выходу так сашка давай ешь быстро да так на за одну тарелочку держи вторую на можешь держать и есть ну попробуй ну попробуй значит вот смотрите мы сейчас вышли за за пределы городка баррикадного вот она баррикада вдоль лютеранской народ подтягивается вниз а сверху идет смена люди здесь стоят постоянно ну потому что понятное дело что сейчас здесь ну такая наиболее горячая точка так варежка моя мешает сейчас я ее уберу вот это мы пошли вниз так теперь вот к вопросу об экипировке посмотрите обратите внимание налево на кассочки желательно желательно широкие пояса на поясницу желательно щитки на ноги заодно почитать что делать в случае как бы с заточивого газа там пишут про лимон и молоко как про 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 Это должно быть без ломиков и подобных инструментов, потому что для самих жеребят может закончиться очень печально. Поэтому любые методы ненасильственного сопротивления и самозащиты. Значит, спуск к Крещатику, полю Туранской. Снегу намело, как завтра чистить буду, не знаю, учитывая баррикады. Думаю, что снег будет естественной защитой и дополнительной. Группы спускаются вниз. Сверху все перекрыто, то есть сверху подтягивание невозможно. Перемещаемся, как правило, в большинстве своем, ровно с теми людьми, которые находятся внутри правительственного квартала и квартала Крещатика. Перекрытие идет по периметру. Ну вот. Ребята, помашите ручкой в камеру, это прямая трансляция. Выжив... Это спильнобачение? Это спильнобачение. Это спильнобачение. Мы задаться, мы ритократы. Ура! С народом. Ура, прекрасно. Ну вот. Одесса подтянула, одета подтянула. По-одесски. У нас на Майдане привыкли, когда одесса сама мы с вами. Я знаю. Так. Так, ну вот, вот, как бы пошли ребята обратно. С ломиками. С ломиками. И это на самом деле... Ну, смотрите, ломики деревянные. Ну, то есть, как бы до тех пор пока деревянные... Где там железо? Ну вот, у среднего. Вот там среднее. Вот это уже хреново, блин. Вот нафига им железные ломики? Нет, а пластик какой-то, подожди. Или железки? Не, по-моему, что нет. Черт, не вижу. Ну вот, народ вокруг обсуждает, какой кулиш ели, какой вкуснее. Девчонки вон тащат горячий чай. Замечательно. Так, вон, поставь тарелочку. И сменишь меня сейчас у камеры. Каши хочется, она еще горячая. Нам звонят. Я уже готовку поднимаю? Давай. Так, берите, кто отнимает. У меня телефончик. Так, мы здесь заодно и едим, и снимаем одновременно. И пьем чай, как только все получается. Насколько получается настолько... Да, Майдан научит вас реально, ребята, всему. Приходите, и вы научитесь быть просто во всем спецами. В обороне, и философы будут работать с журналистами. И студенты-юристы, которые любят гроши, будут тоже противоваты. Ну, нет, просто суть в том, что мой преподаватель по логике не зуб на юристов, и она всегда говорит, что... Ладно, это уже несущественно. Ну, значит, ждем конкретно, просто задержка по логике, да? Да. Непонятно, откуда они. Так, мы спускаемся вниз, сейчас будем идти к МДА, смотреть обстановку там. На самом деле настроение, ну, вот сейчас в этом квартале разное. То есть, если пять минут назад Беркут и милиция, возможно, эти молодые ребята улыбаются нам, то сейчас как-то, ну, если так проследить, то немного все накаляется. И камеры вырубаются, и звук вырубается, и там стоят, там перекрывают и тетушки, и все на свете, как бы. Ну, мы все-таки надеемся, да, что все будет более-менее мирно сегодня. Без опыта. Тридцатого, первого числа. Тридцатого, первого числа. И эта женщина, которая родилась в Белоруссии, прожила пол жизни в Сибири, и сейчас преподает во Львове, не знает ни русского, ни белорусского, ни украинского языка. И вот то, что она всегда говорит. Ну, на самом деле, не в обиду ей, это абсолютно прекрасная женщина, удивительный преподаватель. И, ну, то, что она вечно говорит, это студенты-философы любят истину, а студенты-философы любят гроши. Не знаю, почему, но... Нет, вы знаете, у нас сегодня все вместе, мы как-то очень любим грешнюю кашу. Супчик горячий, чай с лимоном. Супчик горячий, чай просто очень любим все. Супчик горячий, смотрите, вырубили фонари в районе КМДА. Аккуратно. Так, мы пытаемся не падать, получается плохо. Так, свою грешку, я уже... Молодец. Ну, вот, какой культурный юрист, журналист? Руслан. Я тогда буду просто скользить, чтобы с этим новым айфоном... Слушай, ты грохнешь и с камерой ты. Да я не грохнусь. Итак, мы уже... Так, ну что, мы выходим к МДА. Я отставляю грешнюю кашу. Она идет в отставку. Да. Что, ведь вставку? Ну, что делать? Там явно какие-то события. Уже сколько сегодня говорили о МДА, что будет штурм, будет штурм и что... То есть с утра вообще на Крещатике, на Майдане идет полная мобилизация. Ну, особенно с утра, и вот днем было очень... Тяжелое, напряженное настроение. Все в бегах. Девочек просят вывезти, потому что что-то начинается. Что-то начинается. Но ничего так уже ночью... Ну, уже ночью ничего так не началось. В принципе... Нет, но обычно... Мы сподеваем, что и не начинается, но... Да, но обычно, в принципе, по практике, если что-то и начинается, то где-то в районе между трех... Четырех утра. Трех и пяти. Да. То есть, ну, такой предрассветный час. Ну, да, например, 10-го числа где-то в три начали выносить сцену, что было признаком того, что что-то будет. Да, а в четыре началось. Ровно в четыре часа началось наступление по часам. Как бы мы наблюдали... ...потому что мы фиксировали все в чате... ...в чате у нас... ...нам отключили... ...телегенераторы в три часа, когда начали выносить оборудование. Мы не могли дальше снимать. Собственно, вот это сейчас у нас мобилки, так мы можем как бы снимать мобильно. Тогда мобильных не было, а были генераторы. Этот народ не остановить. Вот. А сейчас? Да, посмотрите, КМДА сейчас полностью в окнах нет... ...ничего не горит. Вот. Анатолиона... ...ну не знаю, что там внутри. Внутри сейчас, вероятно, мы сможем туда пробраться. Нет, но снаружи все заблокировано гражданскими, причем без флагов, на удивление. Ну, кроме украинских. Ну, кроме украинских, да, никаких партийных флагов нет, и партийные символики... ...тоже как бы народ стоит там. Ну, сейчас попробуем подойти поближе, посмотреть, что там происходит. Ребята, как обстановка? Это телевидение, это прямой эфир, трансляция прямо сейчас идет? Двадцать минут назад перекрыли институтскую в районе Банковой, четыре, в дворе, да, человек тридцать. То есть вы ждете штурма? Институтскую перекрыли в четырех местах, мы просто прошли сейчас по всему периметру. Ну, вот последнее по Банковой. Мы сейчас выключили свет, ждем здесь. Выключили свет, когда? А почему выключили? Минут десять-пятнадцать, да? А что в КМД сейчас внутри? Ну-ка давайте, давайте попробуем пройти внутрь, посмотреть, что там происходит внутри. Только медленно-медленно. Не провоцируйся, все спокойны. То есть какая-то суматоха началась, что-то, какая-то провокация, но сейчас вроде бы все прекращается. Просят людей не паниковать и не делать никаких провокаций. Давайте отойдем. Да я видел, видел. Они не ходят. Предъявите, а он будет... Я не тут не ходят. Да. Предъявите паспорт. Все. Вот он, при мне. Нет, фотографию, фотография. Ожогов с Николай Сержневич. Ожегов Николай Сержневич. Где профессор? Я не боюсь. Где профессор? Житринные горы. Где Силькер. Киев? Все, вопрос. Киев. Хорошо. Я киевлядин. Киевлядин? Я киевлядин, который пришел по питьку. Я пил на территории КМД. Не важно. Вырубил светские ради. И пытался... Хлопчик, хлопчик, не позорь, Байдан. Иди здесь. Не позорь. Слушай, кармайду. Унеси, будь ласка. Иди, не позорь, Байдан. Серьезно, кармайду. Не позорь, Байдан. Не позорь, Байдан. Не позорь, Байдан. Не трогайте его. Не надо. Пусть идем. Не надо его трогать. Охренее. Пьяный пришёл и специально тут. Ну то есть всё вроде бы рассасывается, на него напали просто все, кто здесь есть, на одного человека, и если он действительно пьяный, то пускай просто пару охраны выведут, не нужно всё-таки. Ну то есть всё, да. Вот Руслану жаль этого пьяного несчастного, которого называют провокатором, клоуном и всем возможным. Ну как бы просто перебрал мужик Манёха и как бы понесло не в ЭДКЛА. Тут как бы сложно определить, кто реально провокатор, а кого действительно несут. Ну главное, что всё закончилось нормально, никаких страшных провокаций не было. Сейчас мы снова попытаемся зайти в Кэмдава, внутрь посмотреть обстановку. Но сейчас нам было бы неплохо хотя бы минимальную вспышку, Руслан попробует. Да, вот, подсветка. Ребята, охрана. Пресса, нам можно выйти прямой эфир? Спасибо большое. Да, у нас охрана вроде бы пропускает прямой эфир. Добрый день. Вовнутрь. Так. У меня, ну... Раскладается зараз такое вражение, что охране варто... Нет, 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 ты мне скажи просто как раз, чтобы мы понимаем. ...больше... ...спосторожнее поставить за другого дома. Тих людей, которых зараз пускают, потому что зараз прямно. Так. Вот как вы видите, да, в Кэмдаве сейчас темно. Минимальное освещение тут, как бы я вот... Да. Так сейчас мы пройдем немного наверх по лестнице. Можете, пожалуйста, извините, объяснить... ...ситуацию, которая сейчас в Кэмдаве происходит? Мы просто с подсветкой... ...прямой эфир сейчас пили на ТВ в интернет. Трансляция. Нет, нет. Какое происходит, я не знаю, что надо. Я вас не снимаю, просто вы можете кто-то объяснить, что... что сейчас... Пропал свет, напомнимся, то что будем брать. Ясно. Удачи вам, ребята. Надеемся, все будет нормально. Спасибо. Удачи вам. Поехали. Спасибо. Так, ребята сейчас экипируются. Идет мобилизация, полная готовность к тому, что, возможно, ожидается. Я не снимаю лица, ребята, я не снимаю лица. Уберите камеру. Хорошо, мы убираем камеру. Да, 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 ребята просят убрать камеру. Мы не против никого, мы только... Мы с самыми мирными настроениями просто показываем вам, что происходит. Ребята, конечно, можно понять, да. Так, здесь у нас реезд добровольцев. Так, ребята, что хочу сказать, там сейчас по чату нам зрители говорят о том, что мы полезли в КМДА снимать, чего и как здесь происходит. Я вас уверяю, что беркутовцы и так знают расположение корпусов и расположение человеческих ресурсов здесь внутри. Поэтому очень хочется, чтобы вы просто понимали, какая атмосфера внутри, что здесь происходит. Пойдемте. Привет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здесь политические знаки наши, удар, свобода, да вот здесь травмпункт, здесь люди продолжают везде спать. Давайте не будем думать о плохом, не настраивать себя. Ребята, можно снять такой экипирующий, здесь лица не будем снимать. Мы просто покажем ребятам, как надо экипироваться. Мы лица не снимаем, так что можно, пожалуйста, просто поснимать? Вот смотрите, принцип действия какой? Плотные листы, плотные листы, косонные левой лапы, которые снимают лица изолента. А? Руки вот так пакуются. Вот так пакуются руки. Как бы на головах каст. Есть еще какие-то вещи, которые надо знать, когда идти сюда? Что еще надо мать? Внутри, как бы по возможности, если есть, как бы было не замечательно. Если нет, значит, потому что примут так, чтобы как бы с лесами не попасть, не попасть, не попасть, не попасть, не попасть, не попасть. И на голову, естественно, шлем. Все, как бы лица мы не трогаем. Все, спасибо. Спасибо вам большое. Мы не снимаем лица, мы поднимаем. Смотрите, там какой-то небольшой генератор подключился в центре, где, собственно, руководство собралось. Все. Мы, наверное, выбираемся отсюда, лица снимать не будем, но вы поняли. Давайте подержите эти пчатки один. Да. Те, кто... Давай. Да, ну здесь просто информация о штабе, никаких таких особых заявлений нет. Просто... Что хотелось бы сказать? Как бы в целом. Сашка, давай ты сводку дашь. По тому, что происходит. Значит... Ну, то есть, ситуация сейчас накаляется. Все... Полная мобилизация идет. Ребят, парней, они экипируются. Они готовы к бою. Возможно, будет, возможно, нет. Мы надеемся, что ничего не будет, но вот... Света сейчас КМДА нет. КМДА сейчас, ну вот, именно это здание мобилизируется. Потому что, как известно, говорилось о том, что будут... Веркут будут брать штурмов здания, выгоняют людей. Поэтому парни стоят на защиту зданий и людей, которые здесь находятся, которые отдыхают. Ну, то есть... Никто не отступает и все стоят до конца. Мы идем дальше. Здесь практически уже никого не осталось, как бы, кроме тех ребят, которые будут прикрывать. Вот. То есть, из тех, кто здесь спал, как бы, людей нет, но остальные настроены достаточно серьезно. Вот. Выбираемся пока наружу. Основные... Основные цепочки стоят у внешнего входа. Там, где... Где-то четыре ряда. Много камер достаточно. Причем много западной прессы. Поэтому будем надеяться... Да, очень много камер снаружи. Это какая-то... 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 Возможная... Гарантия... Того, что... Сашка, не отпадай. Какая-то... Какая-то... Возможная гарантия того, что... У нас закрыли выход, скажем... Ага. Выход заблокировали. Ребята, можно нам как-то выйти с кем? Да. Это телевидение. Мы пресса, да. У нас прямая трансляция. Ну, да. Там заблоковано было. Там... А где... А где выход? С той стороны, да? То есть, мы перепутали. Все, слава Богу. Все нормально. Ну, пойдемте. Идемте. Так, ну что, пробуем... Ага, вот здесь есть возможность выхода. И он спас спокойно. И, суда... Ага. Спасибо. ...укруто, что мы сделали... ...это и большим. И я смогли бы ему следить. И там и позитимить. И еще раз. ...вести светодиодиодиками... ...как я пока... ...вести светодиодиодом. Продолжение следует... 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 Вчера Руслана зафигачила совершенно чумовой знак. Она сказала, что вот это вот, это знак пятой статьи Конституции, это Виктори, это победа, это мир, это мир, то есть это вообще, это знак, новый знак Киевского Майдана. Вот запомните, этот знак, это самый клевый вообще, знак, знак драйвового нового Майдана. Вау, Виктори, победа, народовласть. Опа, открыто, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Кто не боится Беркута, это Атас. Ну вы, конечно, молодцы. Ну, молодец просто. Как-то говорят, Майдан Майданом, а бизнес бизнесом. Ну, нормальная шварма по полной программе, горяченькая, свеженькая. Красавцы. Мені цікаво просто, якщо буде Беркут и те, они не будут дивиться, чи тут он стоит на Майдане, чи він працює. Ну, на самом деле, конечно, никто ничего смотреть не будет. Это и самое печальное, потому что тогда, когда было Молотилова под стелой, они не смотрели ни на что. Ну, взагалі, тоді было наймирніше, от тоді, в цей момент. Там были девчонки, как бы, совсем, которые, ну, это просто, ну, реально, как бы, жестко, жестоко, тупо. Ну, они получили то, что они хотели. Снегу намело, кстати, прилично уже убирать, некому, конечно, завтра будут сугробы. Может, это и хорошо. Пробираться будет тяжело к Майдану. Тем, кому не надо. Так, зараз нам потрібно буде пройти на Майдан через баррикады. Ну, вот самое действительное, что поражает, это вот, когда Киев в снегу лежит, когда его никто не убирает, когда эти баррикады стоят, и Азарова говорит, что все под контролем. И, то есть, наверное, сейчас российские новости бы сказали, что вот, если когда был вчера миллион, как они сказали, что несколько сотен человек, то тут, наверное, забралось просто несколько десятков по их мнению, и все идет по плану. И все тут чисто, и рух восстановлено. Все же таки, чтобы сейчас как-то поднять настроение, мне запомнился один напис активистов, который звучит, принаймні, так. Янукович, мы тебя повешаем. Он реально мне настроение подняло. Не знаю, почему я особистое его, как бы, вешать не собираюсь, потому что его и не имеет сейчас. Более нас. Но вот подняло настроение, прочитавши это. Янукович, мы тебя повешаем. Это так сарказмом было. Ребята, как бы информация сейчас перешла. Давайте вовнутрь зайдем. Если начнется движ. Я уверен. Давай я встану. Смотрите, ребята, только что пришла информация. Украинская правда передает. Там сверху, в переулок Грушевского и Крепостного, начали сносить лагерь силами милиции. Реально с применением дубинок, рассекая, раздвигая и добивая. Ну, в принципе, это началось где-то минут 15 назад. Но уже подняться, в принципе, не успеваем. Будем оставаться, как бы, и ждать здесь. Но они начинают, понятное дело, зачищать с концов. Я думаю, что приблизительно такие же сценарии сегодня всю ночь будут по блокам правительственного квартала. И здесь вы видите, что мужики готовятся. В принципе, мы готовим. Но вопрос, опять-таки, просьба еще раз. Если есть у кого-то знакомые, не играйте с этим. Если девчонки на Майдане, девчонок с Майдана надо убирать. Пацанов молодняк с Майдана надо убирать. Ребята, даже если ничего не будет, лучше перестраховаться. Лучше пустой, не где-то. Да, лучше где-то пересидят. Глупое героство никому не нужно. Взрослые мужики, которые собираются на Майдан, опять-таки, должны понимать. Средства самозащиты. Щитки на руки, на ноги, шлемы на головы, каски. Внутрь, как бы, картон, дерево, так, чтобы дубинкам по кучкам или солнечное сплетение не попадало. И ни в коем случае не брать в руки железя, кломиков и так далее. Закроют на всю оставшуюся жизнь. Еще раз, ребята, с пониманием того, что происходит. Ну, как бы, здесь сейчас могут быть реально мигу. Что-то еще хотите добавить, дополнить? Что еще, может, что-то важно еще? Ну, Майдан показала, что она уже попробовала нас оттеснить. Но и как-то они сманеврировали и ушли. Но они что-то серьезное, наверное, забыли. Нам надо быть любой, неожиданно готов. У нас выбора нет. Мы с вами, мы с вами, мы с вами. Майдан ТВ, прямая трансляция в интернет еще раз. Все люди все иди. Слушайте, давайте я вам покажу, как трошки грейтеся. Тому, кто не танцует, кому уже набрело танцювать. Саш, возьми камеру. Давай. Просто реально, когда стоять на месте, и ничего не делать, мясо, они уже не работают. Реально. Зараз майстер-класс от Руслана. Зараз майстер-класс от меня. Это я придумал дать эту зарядку. Дуже простую правую, но реально оно греет почти до 2 часа. Я пью-то хвилин трогати и все. Это просто рух морфем. Вот, например, вперед, декілька раз. И назад, декілька раз. Смотрите, ребята, я понимаю, там нагнетается обстановка. Я понимаю, жесткая ситуация на Грушевского. Вы должны понимать. Такая ситуация через 5, 10, 15, 20 минут может быть по всему блоку правительственного квартала и здесь. Поэтому мы здесь не в беготню играемся, в бегалки туда-сюда, да? Мы реально как бы смотрим по ситуации на месте, и мы не на метле летаем, чтобы перелетать туда. Мы идем, как мы идем. И мы будем ждать здесь и возле блоков ближе туда. Там нет возможности поставить камеру, и поэтому мы будем подтягиваться туда, ближе к следующим блокпостам, потому что если они зачищают там, то не пойдут дальше штурманы по кругу. Вам хочется посмотреть на бойку, вы ее еще увидите. Чтобы посмотреть. Чтобы нам не сказали, будем еще... Мы так все и выяснимаем. Да? Да? Все же таки, как можно верить в такой владе, которая говорит нам, что зачастки не будет, никаких силовых приемов не будет и так дальше? Ну, о чем ты говоришь? Какую владе уже кто верит? Все прекрасно понимают, что происходит. Вопрос в каком объеме и как это будет происходить сейчас. Надеемся, что жорки будут... То есть вот тоже, видите, перекрыты подземки. Рахую, тут есть. Все, доброе. Но ныне ноги не шкодуйте. Сегодня не шкода. Все, сейчас подойдем к Руслану. Так, сейчас мы направляемся к Руслане. Да, на сцене Руслана. Сейчас мы подойдем ближе к Руслане и ближе к тем, кто сегодня остался на Майдане. Возьмем кусочек энергии, которую она передает, чтобы нам было не холодно, чтобы мы были смелые, чтобы показывали правду. Сейчас мы пройдем немножко ближе к сцене. Сейчас мы найдем нормальную позицию, куда можно снять все. Потанчуй с нами трошки. Трошки потанчуй. Ям, 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 ям. Ну, уже если операторы танцуют, ну все. Тут очень много камер. Так что давайте, чтобы мы держали имидж. Холодно? Нет. Вам холодно? Нет. Вам тепло? Да. А мне уже горячее. И пропоры. Я еще не чок. Я повторюсь, что здесь что-то. Ола. Чок, чок. Я еще не чок. Тепер кто имеет пропоры, очень хорошо они начинают с меня синхронно. Поехали? Поехали! 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 Не мая прав, про Украины. Просто робить такие рухи. Право, лево. Такие хвили. Раз, два. 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 Дружно, дружно. Лево, право, лево. Ничего в них сегодня не выйдет. А у нас все выйдет. Вот так. Я так хочу. И мы все так хочем. Раз, два. И раз, два. Поехали. Раз, два. А те, кто не имеет пропоры, такое тело нагинают влево и вправо. Нахиляются так. Раз. 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 Право. Влево. Право. И влево. Вот так. Право. Что нового? Смотрите, ребята, мы сейчас как бы просто хотели покатать, что происходит на Майдане. Понятно, на Крущевского драку. Подняться туда мы физически не успеваем. Мы сейчас будем находиться у Хаймдар, потому что предполагается, что в принципе вариант следующего штурма возможен там. Приблизительно то же самое будет происходить возле администрации президента, но там дольше, потому что туда нужно пробиться еще через несколько внешних кордонов. То есть мы сейчас возвращаемся к Хаймдару. Да. То есть даже не знаю, что сказать на это все. Все-таки видите, зачистка происходит оттуда, оттуда. И... Да, они хотят... У них нет такой тактики просто взять, навалиться, как в те разы на Майдан. Они боятся теперь, потому что... Да, тут даже возможно не страх. Тут они пытаются... Да, они пытаются ослабить наши опоры какие-то и пробираться, вот как крысы какие-то в норке свои. Пытаются что-то вычистить, зачистить. Но это все очень низко. Я... Я просто понимаю, да, у всех свои приказы, у всех на службе, но просто... Здесь уже нужно иметь представление о человеческом выборе и о зарплате. Ну, как бы, что важнее. Я просто не понимаю, за какие деньги можно совершать такие зверские избиения людей и что здесь продается. Значит, теперь по поводу того, что происходит на Грушевского. Какая тактика у меня? Как правило, движутся вперед щиты, очень медленно, шаг за шагом. Те, кто пытаются сопротивляться, упят дубинками. Продавливают, протискивают вовнутрь, пробивают как бы между, разделяя. Приблизительно та же тактика наверняка будет использована здесь, учитывая, что шлемоносцы стоят возле ЦУМа. А идти, скорее всего, будет Кэм-Дам, и поэтому мы двигаемся сейчас туда. Шлемоносцы стоят. Кэм-Дам Мон. До новых встреч! ЧТО отличие. Как искать? ПОДПИТАНТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ПОДПИТАНТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ПРОДПИТАНТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА АПЛОДПИТАНТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА На Грушевском драка я знаю, на Грушевском, да, они там прорывают оборону, ну, эти сооружения все, и там бьют дубинками. Мы тоже сейчас к МДА идем, в общем, встретимся сейчас. Ну, если учась, то, как бы, чуть-чуть. Страх я, так и, наверное, страх просто не выозначен. Я не знаю, просто, что будет завтра, люди. На самом деле, очень жаль, что, ну, так мало людей понимают, что ночи и будний день и все такое, но... Не, ну, просто по нему... Да дело не в этом. Если бы сейчас здесь стоял миллион-два, ну, кто бы сюда пошел что-то зачищать? Ну, у них просто бы не хватило ресурсов на это. Ну, то есть, естественно, ночью, когда люди замерзли, возможно, немного ослабли, когда большинство разошлись, ну, вы же видите, они всегда нападают ночью. Это как крысы какие-то подлые. Абсолютно подло, низко и очень трусливо. Ну, в чем смелость нападать на безоружных? Как было 30-го числа особенно на абсолютно безоружных людей, такой массой, на 300 человек больше тысячи. Да, то есть, это очень смело с их стороны. Я не знаю, как эти мужчины могут называть себя мужчинами после такого. Я не знаю, как эти мужчины могут называть себя мужчинами. Надеюсь, прессы сегодня трогать не будут. Так, с милицией пытаются пресса... Пытаются контактировать с милицией. ...но безуспешно. Что-то они... ...но очень целево... ...направленно куда-то идут. ...но безусловно куда-то идут. ...но очень быстро. ...но безусловно куда-то... ...не незамечены т Залай, пошел. Все из Тельпо пришли, наверное, ночью. Есть нечего. Пошли в Тельпо, скупились. Ну да, то есть сейчас это какая-то горячая точка этого всего, этой местности, получается. Даже не Майдан уже, но, скорее всего, потому что перебраться на Майдан, посмотрим. Я думаю, что люди будут в результате все, что на Майдане зарядили, что в Мариинском парке. Еще раз? Хорошо, не могу. Ага, сейчас мужчина нам передает, что самая горячая точка это в Мариинском парке. Почему? Ага, потому что там стоят спортсмены-тетушки. Ага, то есть, ребята, не ходите в Мариинский парк ночью, там провокация. Нет, ну мы видим, что народу побольше. Светла, как и не было, так и нет. Да, КМДА стоит. Темный, призрачный, настроенный, странное настроение, зловещее такое. Агния ситуативная, да. Это как бы, нельзя говорить о том, что кто-то, более меня не злой. Есть люди, которые мы не принимаем, да, смотрят, как нельзя было его. Если мы будем так спать, да? Они будут тут стоять разом до конца, так сказать. Я обовязково. Я стою тут с 21 часа, с 3 ночи до ранку. Ммм, как бы... Вышло, да, что человеки не все тут. Ну, да, это... Человеки не все тут. Ну, да. Вам не страшно с такой свитою. Человеки. Ну, и что, когда вы чекаете... Я даю витание президента, я не боюсь. Ну, бачите, президенты, девчина, яка тут стоит, она вас не боится, ваш Беркут не боится. И вы думаете, что вы тут народ залякали? Нифига. Я не думаю, в него нема чем думать. Нифига, вам нема чем думать, и, блин. У вас ци девчата самі потім повешают. Тому, президенты, зверніть увагу, что права люди не захищаются и отстойаются, и молодыми людьми. А на вашей вы чекали, потому что вы не люди. Не люди. Ну, так, а коли? Очікуєте все-таки напад? Ну, вы знаете, очікувати напад, это было бы очень удивительно, мы до него готовы. Ну, так, вы мобилитизировались, так? Мы думаем, что кому-то там вистачит? Мы проходили постмилицию, и вверху, где-то там такие приемные. Люди стоят, как бы. Нашого вина, ну, может, чуть старше, но люди вверху не стояли. Нет, мы с ними спелкували, ну, как бы, намагались спелкуватися. Нет, это вверх был. Ну, там разные люди, как бы, есть. Нет, ну, это были просто молодые человеки, 20, 24, 25 лет, деякие из них посмехали, совершенно никто не разговаривал. Вы знаете, никто не заважал бить, посмехаясь? Ну, да, мы просто сподіваемо на какую-то людину с их боку. Мы понимаем, что это не каз, но все-таки, ну, я не понимаю, за какие деньги можно просто таке сделать. Сколько человеку можно заплатить, чтобы она таке выполнила? Ну, просто сколько? Чтобы потом она смогла нормально жить с этим. Я просто не знаю. Ну, может быть, у них есть родители, я думаю. Сейчас в Гресу есть еще рюмку, сколько значит. Ой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, можем попробовать подойти чуть ближе к тем, кто возле кордона, потому что, в принципе, если что-то будет происходить, то оттуда. Люди знают, что случилось, потому что идет камера сейчас есть везде по всему Майдану, где-то идут варианты трансляций, идут заявления, идут перепосты в Twitter. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, что они сейчас уже идут без никаких провокаций, они просто зачищают. Да, идет принцип зачистки, ребята со счетами продавливают толпу тех, кто сопротивляется, выбивают дубинками, входят клином в лагеря, разделяют и зачищают. Просто нам сказали, что Бекут разделяет народ по чуть-чуть, просто брать сместно за руки, триматься под руки, чи это правильная практика, или нет. Ну, ты знаешь, в ситуации, когда они идут за счетами и дубинками с той стороны, ты долго не выдержишь. Легко, наверное, морально сразу. Ну, ты знаешь, опять-таки вопрос в том, куда, зачем, к каким рубежам передвигаться и так далее. Майдан начнется в каждом городе. Майдан будет проистекать сегодня, завтра, послезавтра. То есть, ну, это вызовет только встречную волну сопротивления на другом уровне. Ну, они же хотят убрать картинку. Мы видим, что тут не заблоковано с той же стороны. Но пока здесь все спокойно относительно. То есть, автобусы не раздвигаются, баррикады не убираются. Там стоит... Ну, людей меньше тут уже, не было. И там стоит два ряда головастика. Ну-ка, пойдем к ним туда поближе. Потому что, спочатку, тут были, как бы, разные, ну, выгуки, чуть, как бы, не провокации. На рахунок летали. Но сейчас я вижу тихо и спокойно. Богдан звонит сейчас. Что с нас не хватает? Не знаю. Сейчас посмотрим. Да, Богдан, тебе звонят. А, нет, ну сейчас все нормально же, эфир есть, да? Ну, Санчик, мы идем туда, да. Серниночку дай ему, пожалуйста. А, ну, хорошо, тогда не надо. Там стоять працівники, как бы, с медпункта. Ага, давай. Вот я бачу. Ага. Да, пока, да. Санчик, подожди секунду. Сейчас. Нет, мы просто проверяем, сколько у нас осталось, как бы, на заряды аккумулятора. Нет, ты знаешь, как бы, достаточно приличные. Да. Счастельник. Послушай, Богданчик, на самом деле, на самом деле нам бы надо разделиться, потому что одних нужно оставить... Нет, дело не в отдохнове, дело в том, что... Нет, дело не в отдохновель, дело в том, что вken. Спасибо. Что-то там запахнут. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Это Саша, он уже повернулся, он говорит без комментариев. Слушай, там такая классная обстановка, там милиция с народом говорит, смеется. То есть те настроения, которые я сейчас пообщался немного с людьми, у людей очень на самом деле тревожные настроения, все реально готовятся к худшему. И я пообщался также с журналистами, и они готовы снимать, готовы стоять до того, как начнут, в принципе, стрелять. Сколько картинок? Да не надо мне, да. И все, в принципе, в небольшой... Чего люди сейчас самое больше боятся, что если будет какое-то наступление, штурм, то... Люди начнут паниковать, так как все сейчас забаррикадировано. И, в принципе, бежать в... В таком случае особо некуда будет. То есть если Беркут начнет атаковать со всех сторон и окружать нас, то люди всего, больше всего боятся, что начнется паника и жуткая давка. И что люди вот реально могут... ...покалечисто... ...даже погибнуть именно в этой давке. Ну, то есть вот сейчас такие настроения гуляют у людей. ... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Скажите мне, где будете стоять? Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!